Здравствуйте, дорогие мои подписчики, зрители, любители программирования, робототехники и 3D-моделирования. И сегодня мы продолжаем курс по изучению языка США. Тема сегодняшнего занятия – это типы данных, которые мы продолжаем с прошлого занятия. Операции конкретно над типами данных и математические операторы. И работают, соответственно, с математическими операторами, операторами сравнения в языке C-Sharp. Итак, мы с вами уже рассмотрели основные типы данных, которые применяются в основном, языках программирования. В данном случае в C-Sharp можно, конечно же, там еще есть вариации типов данных. Мы, может, чуть попозже еще изучим некоторые вариации их. Сейчас нам достаточно эти для вводного изучения, основ изучения. Мы уже знаем, как выводить значения, преобразовывать некоторые элементы, например, в строки. То есть, часть операции на типами данных мы уже рассмотрели. И также мы с вами познакомились с переменными, то есть, как выводить переменные. Это буквы, это могут быть слова, это сочетание букв и числа. Все это можно применять в именных, наименованиях памяти, так сказать, для компьютера. И использовать как переменные. Ну, а сейчас мы рассмотрим, какие возможные операции над типами данных. Так, я сейчас переключусь. Мы оставим вот эти типы данных. Перемены с типами данных. Так, 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 так. Ну, уберем это все пока. Это не нужно. Да, вот это не нужно. Сейчас все по-другому сделаем. И теперь я вот здесь поставлю комментарии. Операции напишу. Надо типами данных. Операции над типами данных. Операции над типами данных. Итак, например, у нас есть вот такое число. Переменность числом с значением а равно 10. Нам необходимо, наоборот, целочисленное значение перейти в дробное. То есть, в формат float. Или там, децимал. Как мы это сделаем? Мы должны... Следующая операция. Создать некую переменную с данного типа данных. Float. Поэтому пишем float. И название какой-то переменной. Ну, напишу ff. Неважно. Ее задача перевести нашу переменную с значением а в формат float. То есть, получить эти данные, приписать к новой переменной ff, нашу переменную, уже с типом данных float. Для этого ставятся круглые скобочки. И внутри прописывается такая вот операция float. То есть, тоже та же самая, что мы должны сделать. И рядышком с ней ставится та переменная, значение которой нужно перевести в формат float. Ну, например. Например. Как вариант. Часто его в учебниках по языкам C-Sharp показывают. То есть, один из таких вот интересных примеров в документации по C-Sharp. Тоже присутствуют такие примеры. Поэтому сейчас мы как раз рассматриваем. Я от себя тяну почти не делаю. Рассматриваем, что есть в документациях. Итак, вот мы перевели. И поставили обязательно точку запятой A. Ну и, соответственно, можем вывести ff. Выведем это без отладки. Так, сохраним. Чтоб нам... Так. Без отладки, чтобы нам просто долго не ждать. Без отладки. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Мы с вами получили результат, где в командной строке вывелся результат в FFF, которая преобразовала наш тип данных A со значением 10 в float. Ошибки она не выявила, но вот мы такой вот результат интересный видим. Просто 10. Потом, последовательно, я покажу, чем отличается переменная с значением float 10 от переменной A со значением типа данных int, просто 10. Мы чуть попозже проследим за этим вопросом. Вот такая вот операция, она работает. По такому же принципу создается и переводится остальные вариации типов данных. Например, если нам нужна децимал, если нам нужен децимал, то я должен сделать процедуру идентичной. Например, A. Точка запятой. Так, отладка. Запустить отладку. А, я аж не вывел, да. Я не вывел этот в консоль. Так. Так. Как видите, результат 10.10, и там 10.10. Вроде бы как ничего не изменилось. Но на самом деле изменения есть. И наглядно мы потом их рассмотрим и увидим, что они действительно типа данных поменялись. Каждый тип данных определенно занимает определенный объем памяти. Поэтому нужно учитывать. И в зависимости от типа данных наименьшего значения содержащих, имеет меньший объем памяти занимающий. Так что в зависимости от того, какой тип данных мы выбираем, еще раз повторяю, как я повторял уже. Тут будет зависеть от того, какой диапазон чисел мы будем использовать в вычислениях. И оптимально выбирать типы данных необходимо для быстродействия. Так, по такому же принципу наподобие вы можете, конечно же, преобразовать в строковый тип данных. То, что мы делали с помощью функции toString. То есть, я напишу вот так вот. SS какой-нибудь. Равно. Но здесь я укажу а.toString. Вот так. А, так, скобочку. То есть, так он действительно тоже сработает. Сработает. И мы получили три числа 10, 10, 10. Один flow, другой decimal формат тип данных, а третий строковый. Как видно, на первый взгляд ничего не изменилось. Но и ошибки не выдают. Значит, все хорошо. Если хотим попробовать по такому же принципу, я вот сейчас на примере SS1, например, напишу. Попробуем по аналогии сделать, как с float и decimal, стринг написать. Стринг. Стринг. Например, а. Точка запятой. Как видите, так сделать нельзя. То есть, он уже подчеркивает ошибка. То есть, по такому же принципу, как и предыдущие варианты мы с числами делали, к сожалению, невозможно сделать. То есть, тут нужна отдельная функция. Так. А определенная сложность возникает, когда нужно перевести в целое число. А, не просто в число, извиняюсь. Когда нужно перевести, например, из строки в число. Ну, в целое число тут все по аналогии int. Например, ii какой-нибудь. И переведем нашу, например, что у нас? H1. Вот он, видите, у нас дробное значение. Его легче всего на нем посмотреть. int. H1. Точка запятая. H1. Ну, и следовательно, выведем результат. Отладка. Запуск без отладки. И мы видим с вами результат. Минус 45. 10, 10, минус 45. Если посмотреть... Сейчас я подвину ее. H1 было минус 45,7 float. Что? Трест доказатель. То есть, int, конечно, наглядей демонстрирует, что он действительно обрезал дробную часть и выкинул. Без округления, как видите. Без округления. Так, если нам нужно из строки перевести в целое число, тоже по такому принципу не получится напрямую. Здесь, согласно документации, нужно применить функцию, например, pairs. Если я правильно прочитал ее. Pairs. Задается так. Выдается некая переменная int. Например, что она у нас? Какую мы еще кнопочку? Буковку GG, например. Которую нужно перевести строковый тип данных. Строковый. Вот у нас есть текст. Но я хочу в число перевести, поэтому у меня строка должна быть числовая. То есть, число записано в строку. Потому что, если я строку буду переводить в число, символьную надпись, он вряд ли меня что-то переведет, он выдаст ошибку. Ну, вот какое-то число я перевел, текст, на слово. И вот мне нужно этот текст перевести в целое число. Что я делаю? Я пишу текст. А, нет, я не пишу текст. Пардон. Я пишу int. Int. Использую pairs. И ввожу в эту функцию pairs наш переменный текст. Который хранит в себе эту числовую запись в виде строки. Вывожу результат в консоль. И мы сейчас посмотрим, что получится. Так, запуск отладки. Вот он вывел. Если кто меня видит, видит результат. Минус 45. И числовой элемент. Переводит именно в число. Парс. Обратите внимание. Язык C Sharp. Схож с языком Java. Как альтернатива разветвления. Они иногда местами сходятся. Поэтому некоторые элементы. Скорее всего, которые вы будете изучать по Java. Например, кто-то изучает. Могут перекликаться с языком C Sharp. Так же, как и C Sharp может перекликаться с языком Java. Для перевода в логический тип данных нет явной функции. Таковой. По крайней мере, я в документациях не нашел. Есть через определенный класс Converter. Можно переводить. Но через Converter можно переводить и все остальные типы данных. Так же. С помощью toInit, toString, toByte, toBoolean. Вот toBoolean мы сейчас как раз попробуем перевести какое-то значение в булевый тип данных. В булевый тип данных. Поэтому запишем тип bool. Создадим некую bb. Я вот тут заранее уже вывел. Console.Write.bb. Равно. И используем такую запись, которая будет вызывать именно классовый конвертер. Конверт. Конверт. Он выводится через System. System. Точка. Конверт. Конверт. Точка toBoolean. В данном случае. Точка. И вот вы можете посмотреть. Здесь есть toInit. Соответственно, в целочисленные значения. ToDecimal. ToDouble. ToInit 16. Еще вариант. ToData. ToChart. ToByte. ToBoolean. Вот. ToBoolean нам нужен. ToBoolean. И укажем внутри этого boolean. ToBoolean. Наши какой-то элемент значения. Что мы можем указать? Ну, давайте. Вот мы еще не использовали b. Или nummer. Nummer. Давайте попробуем. nummer. Вот. Используем nummer. Он у нас имеет число 121 387. Запустим процедуру. И видим, что получилось именно значение true. Обратите внимание. Значение true. То есть, она вот сработала. Действительно. Все замечательно. Так. Извините. Все замечательно. Вот прямое воздействие на boolean. К сожалению, вот так вот. То есть, переводом типа данных нет. Через конвертер можно и все остальные типы воздействовать. То есть, если поизучать вот тему конвертера, то будет все замечательно. Можете по... Не так, как вот сейчас, например, а через конвертер все это переводить. Через систему. Ну, кому, как говорится, нравится и какие задачи вы будете использовать в этом случае. Какие решать, точнее. Так. На этом урок по переводу и работы с типами данных мы закончили. На следующий тип урока будет связан с математическими операторами и операторами сравнения. Я разобью этот элемент на две части, чтобы не загружать длительность видео. На этом спасибо за внимание. Подписывайтесь. Не забывайте. Пока-пока.